Дома, на улице и в общественном транспорте. В режиме повышенной готовности, без индивидуальных средств защиты дыхательных путей – никуда. Само по себе, наличие маски на лице во многих вселяет мнимую беспечность. Тем не менее, польза от нее возможна лишь при соблюдении ряда простых правил. Прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте. Средство защиты дыхательных путей можно брать только за дужки. И помните, оно обязательно должно покрывать рот и нос. С маской-респиратором не все так просто. Существует миф, будто носящий ее человек, может быть опасен для окружающих. Маска-респиратор безопасен как для носящих, так и для окружающих. Потому что там специальный клапан, который блокирует воздух исходящий, входящий и фильтр стоит там. Обычная медицинская или маска-респиратор – неважно. Все они становятся не просто бесполезными, но и опасными после контакта с водой. Влажная среда способствует распространению бактерий. Если марлевые и тканевые изделия можно проутюжить, то от одноразовых стоит сразу избавиться. Как правильно носить маску и ухаживать за ней выяснили, но одна проблема остается нерешенной. Физиология, строение лица и головы у всех разные, а размер таких средств индивидуальной противовирусной защиты приближен к среднестатистическим пропорциям. Давайте угадаю, крепление натирают уши, а сама маска сползает с лица. Как вы догадались? Просто вы не единственные, кто сталкивается с этой проблемой. На помощь придут пластиковые крепления для дужек маски. На каждом два уровня регулировки. Стандартный образец одинаково удобен всем, вне зависимости от пола и возраста. Как говорится, все гениальное просто. Да, так действительно лучше. Совсем другое дело. Крепления изготавливают на 3D-принтере. На то, чтобы сделать сотню, уходит целая рабочая смена. А разбирают их местные жители за считанные минуты. Основная часть печати предназначается тем, кто работает на передовой – медикам. Передали уже порядка 500 креплений для масок. Это и Симферопольская поликлиника номер 4, и подстанция скорой помощи, женская консультация и так далее. Врачи обращаются, ну, буквально, каждый день, пока работают производственные мощности, пока есть заявки, потуда и будем печатать. Тысячи врачей и волонтеров со всего полуострова 24 на 7 готовы сделать все необходимое, чтобы помочь вам. А в благодарность им нужно только одно – чтобы жители полуострова не нарушали правила самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и близких. Стефан Филатов, Игорь Сюткин. Утро нового дня.